Многие из этих людей полжизни проводят в поездках по стране и миру, работая на железной дороге. Машинисты, проводники, начальники пассажирских составов в свете последних событий их профессии оказались в зоне риска. А потому на ежегодном медосмотре ижевских железнодорожников нынче аншлаг. Тем более, что врачи приехали к ним на вокзал сами. На предприятиях у нас в свете коронавируса уже развешено объявление, памятки, как действовать, как выявлять симптомы. Мы стараемся информировать, насколько возможно, людей. Конечно же, ты понимаешь, чувствуешь, что у тебя слабость, лучше сходи к врачу, чем лишний раз прийти и получить потом уже эпидемию, не дай бог. У нас железная дорога – организация, которая должна работать стабильно. Профсоюзный босс ижевских железнодорожников по итогам медосмотра констатирует, ни у кого из подопечных подозрений на коронавирус не выявлено. Но не менее важной задачей этого визита медиков были компьютерные тесты. Скрининг, обследование делают при отсутствии симптомов здоровым людям. Это позволяет выявить онкологические заболевания на самых ранних стадиях. Для людей, которые фактически живут на железной дороге, это очень важно. Таким образом, мы выявляем, профилактируем патологию, которая может развиться. То есть мы выявляем какие-то изменения на раннем этапе и даем конкретные рекомендации по профилактике. И часто бывает так, что потом заболевание может не развиться вообще. Железнодорожники, которые лишены возможности часто посещать узких специалистов, сегодня сдали множество тестов и анализов и получили от медиков важные рекомендации, в том числе по здоровому питанию и физической активности. Я сегодня пришла, чтобы проверить свое зрение, проверить давление, проверить гемоглобин, сахар. Это очень важно, что к нам приходят и нас проверяют. Нам не надо ходить по больницам с ними. Это очень удобно для работников ГЖД. Многие из сотрудников Ижевского отделения ГЖД, выйдя от медиков, сразу же поспешили на рабочие места, отправляясь в дальние поездки. Дмитрий Вороновин, Александр Широбоков. Новости.